Чем детей больше, тем проще. Алена и Вадим Гореловы – родители десятерых дочерей и сыновей. Они познакомились 22 года назад, а через две недели после первой встречи Вадим сделал будущей жене предложение. Сейчас младшему ребенку шесть, старшему – двадцать. По словам Алены, тяжело было с первыми детьми, потом старшие стали помогать по хозяйству и воспитании малышей. Порой уделить равное внимание всем дочкам и сыновьям не получается, поэтому немалую роль играют и совместные традиции и хобби. Они как нельзя лучше объединяют такую большую семью, утверждает мама. Это сложно, конечно, я ничего не хочу сказать. Но никогда не бывает скучно, я всегда знаю, чем мне заняться. Это всегда весело, всегда весело. Вы знаете, был один понедельник, я встала. Утро – это был обычный понедельник. Все мальчишки встали, собираемся все в школу. И завязался, как обычно, между нами просто разговор о каких-то делах. И мальчики начали друг с другом шутить, смеяться. И вы знаете, как-то мое настроение так подняли. Я так хохотала в понедельник. И потом мне мысль пришла, вот интересно, кто вот так понедельники встречает. Вот так утро понедельника, да, обычного, встречается с таким просто смехом. Супруги отмечают, что для детей важен пример родителей. Вадим своими руками сделал ремонт в пятикомнатной квартире, а Алена – учитель музыки и пианистка, сама пишет музыку. Все эти умения они привили и детям. Каждый умеет готовить, стирать, убирать. Мальчики помогают с мелким ремонтом. И почти все играют на музыкальных инструментах. По мнению мамы, музыкальное образование – необходимый аспект воспитания. Именно музыка прививает чувство вкуса и развивает способность глубоко мыслить. Дети играют на пианино, скрипке, виолончели и баяне. Сыновья и дочери полностью поддерживают такие методы воспитания. Здорово. Тебе обращаются уже как к маме. Ты делаешь уже практически все, и все умеешь. У тебя опыта вообще. Даже если, например, у тебя будет даже своя собственная семья, то будет очень легко, мне кажется. Два года назад Гореловы среди сотен семей победили во всероссийском конкурсе «Семья года». Алена и Вадим говорят, что гармония и взаимопонимание в их семье основываются на любви и вере в Иисуса Христа. А дети – их самая большая гордость. Когда я приду, он встретит у ворот, крепко обнимая.